54 фотографии разного формата, как свидетели военных лет. В честь 71-й годовщины Победы советского народа над фашизмом в Нинецком краеведческом музее открылась выставка «Фотолетопись военного времени в объективе округ». Как жили люди в годы войны, как трудились, расставались и верили. Историю войны от первого дня до дня Победы через призму фотографий увидела и наша съемочная группа. Все просто отдыхали. Считается, что это последний снимок мирной жизни. С последнего снимка мирной жизни, который был сделан в июне 41-го года, на улице Тундровой, сейчас это улица Тыковылки, начинается выставка «Фотолетопись военного времени в объективе округ». Главная проблема, с которой столкнулись сотрудники музея, готовя выставку – небольшое количество фотографий в фондах. Поэтому была поставлена задача использовать в качестве источника для фотодокументов газету «Нарьяна Виндер военных лет». Благодаря кропотливой работе сотрудников музея удалось превратить слепые газетные фото с 41-го года в читаемые. Дело в том, что самих фотоснимков не осталось. Но газета в начале 41-го года, с июня по сентябрь, публиковала фотографии фотокора Арсения Михайловича Гашева. Они были в виде оттисков, наверное, прошли какую-то цензуру, но они рассказывают о реакции населения нашего города, нашего округа на начавшуюся войну. Такая реакция видна для каждой фотографии. Вот кадр, на котором запечатлены проводы Анатолия Лещева из Нижней Пёши. Родители провожают будущего бойца и не знают, вернётся ли сын. Ему повезёт, он вернётся. Не повезёт его ровесница Саше Кожевиной. Радистка-буксиро-комсомолец, выпускница Наринмарской школы номер один, погибнет в радиорубке, разбитой артиллерийским снарядом. Свой долг перед смертью девушка выполнит. Она успеет дать тревожную радиограмму о нападении германской подводной лодки вблизи острова Матвеев. Свой долг выполнят ещё сотни таких же молодых девчонок из округа. В сентябре 1941 года в Наринмаре была создана школа медицинских сестёр с шестимесячным сроком обучения, после окончания которой выпускницы отправлялись на фронт. Многие из них не вернутся, но память о них будет хранить подрастающее поколение. Там наши солдаты просто стоят, и они воевали, им надо большое уважение. Я часто захожу в компьютере, нахожу в интернете, и я всегда смотрю видео, к примеру, клипы, песни слушаю про войну. Я очень люблю это, я хочу узнать всё об этом. Фото времён войны подтверждает, Ненецкий округ работал на победу, не жалея ни сил, ни ресурсов. Оленеводы, рыбаки, охотники, авиаторы, рабочие колхозники, речники, портовики, служащие учреждения и предприятий. Домохозяйки и школьники стали настоящими героями, вложившими толику своего негромкого подвига в народное авторство Великой Победы. В 3 часа 30 минут утра радио передало весть о долгожданной победе. Выходя на улицу, трудящиеся нашего заполярного города поздравляли друг друга с победой.